Привет! Сегодня хочу поговорить о такой теме, как болезни. Откуда вообще болезни берутся, и что с ними делать? Болезни — это не просто какая-то зараза, которая существует просто в мире, потому что она просто так должна существовать. Это некое испытание, которое Всевышний дает человеку, некое последствие действия человека. И болезни связаны не только с физическим состоянием человека, но также с состоянием его души. Поскольку душа очень тесно соединена с телом человека, то есть тело является совершенным сосудом для души, поэтому, когда человек совершает какие-то поступки, которые вредят его душе, то это отражается и на теле. И поэтому многие болезни, которые происходят с человеком — это реакция на состояние его души, на то, каким образом он себя ведет по отношению к другим людям, по отношению ко Всевышнему, почему некоторые люди болеют, некоторые не болеют. Нельзя все объяснить только наличием иммунитета. Или, например, почему некоторые люди от болезни легко выздоравливают, а некоторые люди от каких-то легких болезней тяжело страдают, имеют какие-то неприятные последствия и так далее. Это связано с тем, насколько человек воспринимает тот урок, который дает ему болезнь, насколько он меняет свое представление. И чтобы меньше болеть и избавиться от болезни, человеку нужно, во-первых, достигать гармонии с творцом, гармонии со своим телом, с миром. Чем больше человек уходит в самостоятельное плавание, уходит от Бога, нарушает какие-либо его предписания, тем самым он ставит себя в зону риска. Более того, когда человек потом уже, если не дай бог, он заболел, когда он впадает из-за этого в депрессию, это тоже ведет его к более тяжелому состоянию. В принципе, известно, что моральное состояние человека очень важную роль играет в его выздоровлении. То есть, если человек, например, сдался, то иногда бывает, что его лечи, не лечи, ничего не помогает. И наоборот, человек очень сильной волей, очень часто бывают истории, когда человек полностью перебарывает даже болезни, которые, может быть, в его состоянии казались бы неизлечимыми. Ну или даже если не удается полностью побороть болезнь, человек, по крайней мере, живет часто намного дольше, чем врачи со всеми средствами диагностики ему могут напрогнозировать. То, что болезнь является отражением некого духовного состояния человека, видно на примере того, как Рэб объясняет, почему в наше время такое большое распространение получают различные онкологические заболевания, с тем, что это связано с состоянием общества, со состоянием человека в обществе. Что когда каждый человек, он думает, что он может жить один, может жить без Бога, без других людей, как самостоятельная клетка. Также раковые клетки, они не приходят извне. Это не вирус, который каким-либо образом передается, как некоторые люди думают. Это заболевание, которое возникает внутри человека под воздействием различных вещей. Причем эта болезнь до сих пор находится в активном статусе изучения. И несмотря на то, что есть вещи, которые называются факторами, которые способствуют заболеванию раком, тем не менее нельзя сказать, что это гарантирует человеку, что он обязательно заболеет или обязательно не заболеет, если он не будет связываться с какими-то вещами, которые могут этому поспособствовать, не дай Бог. Если говорить о том, как эта болезнь может быть связана с состоянием общества, то это вот объяснение такое, что как клетки в организме человека вдруг начинают чувствовать себя самостоятельными и вести самостоятельную жизнь, разрастаться, превращаться в опухоль и разрушая этим самым организм. Также часто человек в нашем обществе живет отдельно от Творца, от мира, от других людей, превращаясь в некое такое подобие такой опухоли. И через то, что мы будем бороться со своим таким ощущением к миру, к Творцу и к реальности, этим самым мы будем способствовать тому, чтобы наш организм тоже соответствовал этой картине, чтобы в нем все работало как нужно, а не ломало ту систему, которую Всевышний создал изначально работающий идеально. Ведь у первого человека не было болезней, хотя он прожил 930 лет. Поэтому важно заботиться не только о физическом здоровье, но и о духовном. И это будет являться тем фактором, который позволит человеку, во-первых, меньше болеть, во-вторых, излечиваться намного быстрее и с лучшим результатом, чем если он будет впадать в депрессию. Как известная фраза «думай хорошо, будет хорошо». Это не просто вопль отчаяния, что типа, ну уже ничего не поделать, буду хотя бы думать, что будет хорошо. А это на самом деле реальный призыв, что если человек заставляет себя думать, что все будет хорошо, не теряет надежду и верит в окончательное выздоровление, то это очень сильно способствует как раз его настоящему выздоровлению. Эта тема такая достаточно обширная для обсуждения, почему та или иная болезнь происходит, с чем это связано. Наверное, это не время сейчас обсуждать. Вот, закончу такой небольшой историей. Был один хасид, который заболел определенной болезнью во времена цемахцедака, третьего любовческого ребба. И когда он пришел посоветоваться с ребба, ребба послал его в Израиль. Почему? Когда он пришел посоветоваться, ребба послал его в Израиль. И он туда поехал. И там он выздоровел. Хотя его болезнь была достаточно серьезная. И, в принципе, если бы он остался, если бы эта болезнь у него продолжила развиваться, то, скорее всего, он бы от нее довольно быстро умер. И цемахцедак объяснил, почему переезд в Израиль помог ему выздороветь. Цемахцедак сказал так, что та болезнь, которая была у этого человека, если такая болезнь случается у животного, то, по мнению автора Шульхана Руха Йосефа Каро, эта болезнь не делает животное не кошерным. То есть, если его зарезают и обнаружится у животного такая болезнь, это животное считается кошерным, то есть, это болезнь не смертельная для животного. По мнению РАМО, который является авторитетом лохи для ашкеназских, для европейских стран, такая болезнь делает животное не кошерным. То есть, это болезнь, от которой это животное умирает. И поскольку там, где проживал этот человек в Восточной Европе, шли по ашкеназские евреи, идут по постановлениям РАМО, по его комментариям к Шульхана Руху, то, соответственно, для животного такая болезнь для ашкеназов является смертельной, и это животное не кошерным. А в Израиле, где идут по постановлениям Бет-Юсефа, как и в сефарских общинах, там такая болезнь не является смертельной. И то, что человек переехал в те края, где закон постановляется по мнению Бет-Юсефа, и эта болезнь не смертельная, повлияло на то, что для него эта болезнь тоже перестала быть смертельной, он прожил еще долгие годы жизни. Эта история как пример того, что физические болезни связаны с состоянием души человека, с состоянием духовных сфер, поэтому человеку стоит помнить о том, что нужно заботиться о своей душе, нужно выглядеть достойно в глазах Творца и Всевышнего, не просто выглядеть, а быть таким, чтобы избегать болезни. Но это не значит, что если человек думает, что у него прекрасные отношения с Богом и с людьми, и если он чем-то заболел, то только этим нужно заниматься. Обязательно человек должен идти к врачу, потому что мы живем в материальном мире, и все вопросы у нас решаются через материальное действие. Так же, как молитва должна быть выражена словами, хоть в какой-то мере, то есть человек должен хотя бы устами шевелить, когда он молится, чтобы это засчиталось обращением к Творцу, так же и излечения тоже человек должен постараться сделать все необходимые процедуры, которые предусмотрены медициной в данное время для излечения этой болезни. В общем, я всем желаю доброго здоровья, хороших отношений с Богом и с людьми, чтобы никто никогда не болел, а если кто, не дай Бог, заболел, чтобы скорее наступило полное излечение.